В Кропивницком, средь бела дня и прямо у стен городского суда расстреляли мужчину. Он в критическом состоянии. Кто устроил пальбу и почему? Подробности у Елены Брынзы. Это здание Кировского райсуда. Совсем рядом детский сад и поликлиника. Нападение произошло в полдесятого утра. По предварительной версии, четверо мужчин разбили стекло в автомобиле Митсубиси и вытащили салона водителя. Дальше события разворачивались под окнами адвокатской конторы. Люди бегали. Здесь нам было хорошо видно. Напали на человека. Каких-то нюансов сказать не могу, потому что сама испугалась, была в панике, в шоке. Слышно было выстрелы. Даже ни крика, ни такого ничего. Напали на 37-летнего Александра Максимчика. Известно, что он ранее был судим за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений. А сегодня должен был свидетельствовать в суде по делу о незаконном хранении оружия. Мужчину увезла скорая в тяжелом состоянии. Поранения очень серьезные. Огнострельное поранение верхней трети бедра. Сейчас травматологи оперуют. И тяжкое поранение ножовое поранение грудной клетины. Нападавшие с места преступления скрылись на автомобилях. Сначала на Лексусе, а затем пересели на Конду. Патрульные за ними гнались через весь город. Задержали троих мужчин. Все жители Кропивницкого. В полицию утверждают, они были знакомы с пострадавшим. В их транспортном засобе, подчас огляду, было выявлено и вылечено две одиницы зброи. Это мыслейский карабин и помповая рушница. Ныне данные действия квалификовано как замах на убийство. Обставины, где изъясовывают следствия. О том, что нападающих было четверо, стало известно позже. Мужчина сам обратился в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями ног. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кропивницкий.